Пока одно торжество готовится, другое, не такое масштабное, но не менее значимое, прошло накануне. На месте одной из авиационных катастроф, произошедших над Владимирской областью во время Великой Отечественной войны, бойцы поисковых отрядов 33 региона установили мемориальную плиту. Напомним, что благодаря работе часовых памяти в октябре 2018 года были найдены останки старшего сержанта Ивана Кирея. В 1944 году во время учебно-боевого полета он разбился на истребителе Ла-5 около деревни Михалева Муромского района. На месте крушения самолета с бойцами отрядов «Гастеловец» и «Контакт» побывала наша съемочная группа. К месту гибели 26-летнего пилота ребята шли полем с развивающимися на ветру знаменами. От момента начала поиска разбившегося Ла-5 и до завершающего этапа установления мемориальной плиты прошло 7 лет. За это время состоялось множество вахт памяти, а в отрядах появились новые, а порой совсем юные бойцы. Я совсем недавно в этом отряде. Я уже ездил на две вахты. Для меня это очень все нравится. Я планирую еще в дальнейшем, когда подрасту, ездить на такие же вахты, откапывать солдат. Мне понравилось раскапывать детали от самолета. Я еще люблю спустить рассказы про войну. В последний раз Иван Кирей поднялся в небо ранним утром 3 июня 1944 года с аэродрома Лопатина под Мурмом. При отработке фигур пилотажа на высоте 2500 метров у самолета произошло разрушение обшивки левого крыла. Его закрутило, машина упала и загорелась. Сегодня я приветствую здесь бойцов и командиров поисковых отрядов. Контакт, Гастеловец, Сыны Отечества, Земляк, педагогов и учащихся лицея номер 1 округа Муром. Сегодня мы собрались здесь для открытия мемориальной доски курсанту Визняковской школы пилотов Кирей Ивану Петровичу. В октябре 2018 года вместе с искореженными обломками самолета и обгоревшим мотором из земли были извлечены и фрагментированные останки летчика. Мотор был передан Визняковскому музею авиационной школы. Двигатель лежал на глубине где-то 2,5-3 метра. Должен был приехать трактор, чтобы потом яму закопать. Но ребята уже настолько тут втянулись в работу, что они решили вытащить двигатель вручную. Представьте 800 килограмм. Они зацепили веревками, тросами и вытащили его наружу, этот двигатель. В 2019 году останки Ивана Кирея с воинскими почестями были похоронены на кладбище села Ковардицы, недалеко от Лопатинского аэродрома, с которого он и взлетел в последний полет. Сейчас на могиле установлен гранитный памятник с фотографией летчика. После открытия мемориальной плиты именно туда и направились участники этой небольшой экспедиции. Мы приехали делегации от поискового отряда. Нас 6 человек. Эти ребята буквально в апреле месяце выезжали на вахту памяти в Вележский район Смоленской области. Поучаствовали уже в подъеме самолетов в Щелковском районе в июне. Наверное, важно именно для молодого поколения, потому что годы проходят. И очень мало остается вот таких вот событий, на примере которых, наверное, становиться им настоящими мужчинами и настоящими людьми. Память погибшего летчика почтили минутой молчания. В завершении экспедиции к подножию возложили живые цветы. Елена Петрова, Артем Корнилов. Наши новости.